Глядя на этот компактный автомобильный кран нового поколения в собранном виде, сложно представить весь его потенциал. Длина стрелы основной 42 метра и гусек 15 метров. Общая высота подъема получается у нас 57, да? Пятое поколение. Двигатель у него стоит уже там экономично, расход маленький, мобильный. По заказу Сибирского химического комбината завод-изготовитель укрепил базовую комплектацию дополнительным тормозом. Именно такая техника необходима для перемещения специальных грузов – ядерных материалов. И вот для разгрузки входящего сырья, а также для отгрузки готовой продукции мы специально заказали этот кран, который оптимально подходит по те грузогабаритные размеры грузов, которые к нам поступают. Машинисты для ответственной работы подбирали с опытом. Вадим Иванов – крановщик во втором поколении. На комбинате работает и его отец. Перед тем, как принять в руки мощную современную технику, Вадим прошел стажировку у специалистов галлического автокранового завода. Сначала начинал с 7-тонного крана, потом 15-тонный, 25, 50, ну а потом вот этот доверили. Восьмой разряд, я подхожу под него. Литературу всю прочитал. В нашей новой технике много электроники. Желательно сначала все прочитать, прежде чем за рычаги садиться. Здесь поворот, выдвижение, здесь стрела, груз опускания. Можно операции совмещать также. Для того, чтобы автокран приступил к работе на новом месте, достаточно иметь ровное бетонное основание и полчаса подготовки. Телескопическая стрела с регулируемым вылетом позволит проносить грузы среди смонтированных конструкций в труднодоступных местах на большие расстояния, перемещать, например, 20- и 40-футовые морские контейнеры с железнодорожных платформ сразу на своей площадке, без дополнительной техники и лишних передвижений самого крана. Универсальный галичанин готов выполнять погрузочно-разгрузочные и строительно-монтажные работы на всех заводах комбината, включая новое производство проекта «Прорыв».